всем добрый день или вечер купив еще одну машину дров камаз дров и хорошо что попалась хорошие такие круглые пенечки попросил чтоб кинул их для мяса сейчас даже покажу где так 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 ну короче вот метровой длины ну он то длинный я укорочу так и в диаметре хороший сантиметр под 60 и еще здесь есть вот он вообще диаметр сантиметров 70 80 но он короткий трошки ну то есть десе поставлю мне надо один сюда в бойню один туда летний вариант там где мы в мясном отделении туда надо ну а так вроде бы дрова нормальные сухие непоганые си думаю пока тровать не буду хай так тоже высох хорошо и спрашивают по ангару ангаром скоро займемся як заделаем усе эти нюансы будем бурить сваи заливать закладушки мушки бушки все будем робить металл уже весь есть будем строить цем году так сань крема уехал еще пару дней назад ну вроде бы я сказал что ему позвонили надо ехать по паспорту да на 1 травянск и поехали туда вроде бы як бы по паспорта чи по паспорту и куда неизвестно и вроде бы там какую-то квартиру там хочет снять и там жить короче уехал по делам настраивать свою жизнь ну дай бог чтоб у него получилось а на готова веса сейчас расскажу зачем и тут а уже готов проход 100 сарая вот для перегона оттуда с и сарае для зарачивания на сюда на шелеви полина от корма то есть хочу варить уголком сделать дверки нормальные чтобы закрывать их внутри а там будет если у кого убирать на мясо туда вывел одну там двух че убирать и сдавать че продавать круче туда но так по потолку не помню показывал чине что уже мы все тут покрасили все же а так воно все монотонно стало прокрасываю спитывать не должно еще вокруг витяжки набью такие брусочки чтобы если будет конденсат с витяжкой капать чтобы не по потолку растекался с брусочка капал сразу на пол думаю так о витяжка какая хорошая шикарная векно задув потому что его в зиму никто не будет открывать может я его вообще открывать не буду вверху потому что я там думаю решетку поставить злу улицы если буду дуже жарко цю дверь снял а решетча то дверь буду хорошо піддувать дуя дуже хорошо если там открыто прям шикарно и он уже туда дуя и витяжку витягиваю короче так ну а цей за проходить готов сейчас покажу як он внутри сам проход так як я и казал что вот вся клетка центральна в центральную клетку их перегнал ось открыл допустим цих тих тих цих открыл сюда перегнал дверь открыл они побегли над корнем не надо тягать не надо ничего надрываться как я раньше все время тягал ну тут конечно культурным замажем поставлю все варю оголочком все красиво замажу и будет все нормально значит по поросятам целости крайне что мы их переводили буквально не знаю сколько дней назад дней 5 наверно поносил нема ростут живенькие живенькие едят хорошо единственное что мухи тут а я все пооткрывал штор не мая потому что тут чтобы им не жарко было бы их тут богатенько и то есть мухвы богато и ци так само поносил нема единственного цих проблем вот именно в этой клетки ходят не туда в угол а ходите сюда наверх неудобно убирать то б с краю раз эти везде вот эти допустим они вверху сплять ну бывает так их жарко то внизу сплять ну ходят чисто туда в угол в угол все конечно ну вот так хорошо так и нам сегодня 60 дней от рождения пости поросята кто помнит все поросята мы забрали у обезьяны их девять штук пять сюда положив я крупнейших я их потом я сначала черных отдельно с черными пятна рыжих отдельно а потом думаю крупнейших на большую кормушку 5 вот садив сюда крупнейших 5 тут кормушка здоровенько думаю нормальный им будет а сюда мельчих тут кормушка меньше то от садив 4 ну они примерно одинаковые там может разница есть килограммов 3 я так думаю ну это мы можем узнать только как их связать значит что я хочу им 60 дней и хочу для себя записать бо я веду там определенные списки свои по дням по месяцам для себя и хочу заодно связать снять видос таки связывание 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 и показать вам значит как я думаю связывать тут одного возьму с этой клетки любого они одинаковые там плюс-минус может килограмм и с этой клетки одного тоже эти тоже одинаковые ну ты будучи помыть же но килограмма на два на три не богат и я тоже хочу эти девять штук и ты одиннадцать штук тут а получается шесть и там пять то есть и того в общей сумме двадцать штук это те какие педут у нас в конце августа на откорм на щелевые полы и так буду робить и на будущее есть пару виводки сразу их сюда подняв до двух месяцев два два с половиной перегнав на откорм то есть потихоньку что задумаю сбывается я так и думал свиноматка тём в сарайе зробил перевез их сюда тут и их поднял пройшло эти все сами тяжелые моменты где в них может быть по носу отечки так дальше все по проходу и уже вон и нормально стартану им там два тире два с половиной месяца и туда их перегнал если тут а холодно будет буржуйчкой им там не надо будет маленький мерзнуть на щелях тут а нормально уже поднял их килограмм до сейчас узнаем сколько в два месяца и погнал туда а тут тоже я решил что не буду я тут а робить коридорчик я хотел тут а сделать таки типа коридорчик метр на метр и чтоб я заходил в цей коридорчик и там рассыпал им по кормушкам допустим и там делюсь а что я а потом прикинул что коридорчик то коридорчиком ну я так подумал а зачем он мне надо той коридорчик во первых я заберу место на два порося цей коридорчик все равно метра півтора квадратных выйдет зачем мне их забирать тут как раз хай будет чем больше места тем лучше тут а будет бак у меня вверху и вода будет идти ось а тут а бак 200 литровый там 400 литровый вода піде на ту стенку на 2 двойных паилки на пружинах піднимается ну таки паилки як в мене и у новом сарайе тут будет корито під стенкой и тут будет длинное корито під стенкой корито бункер не модно тих гроби моби боби може вони хорошие свины они отличные но мне самое лучшее это кормушка по методу моего сундучка не высыпайте граминки едят как малые так и здоровые поэтому вон у меня полностью подходы и так я и буду робить то есть тут а под стенкой им высыпать буду никуда сюда они не выгребатимут а под стенкой никуда и тут так сам я так ну вот бо мне предлагают я что ты не хочешь ту кормушку пациенту поставить потому что не знаю я привык мне нравится ця вот потери не то что минимальные их практически не мая а там потери есть потери есть и головняк то с водой то еще и чем-то ну зачем оно мне надо лишняя головна боль куплять и и так дальше и потом следить по потери выкидывают там что-то забылось и так дальше мне проще так короче решил я без коридорчика просто буду решетчата дверь там на высоте 90 сантиметров ну первая дверь понятно обычно деревянная а другая с решетки дверка такая все и тут будет общий зал перегородка да буду ставится временно по центру ну вот так пациенту поставить если там два разных выводка перегородку зварю буду ставится но так тут мне шо оставить зробите цю дверь поставить бак воду провести и кормушки и грубо говоря все так будем зваживать узнаем ради интереса який же вес в обезьян и них поросят ну я казал вам тоди як кто дивился ролик как мы забирали поросят обезьян и важел и в цих по моему было у тридцать в тридцать два дня цих мы забирали цих поросят и от их в тридцать два дня в них вес был в основном 12 13 килограмм то есть 11 хвостом ну я так в среднем 12 13 килограмм был даже кто-то 14 килограмм это в тридцать два дня при отъеме от свиноматки ци вообще должны быть шикарные в два месяца ну это мы тоже побачим пока им еще рано а эти тоже были непоганые при отъеме у них вес был 10 11 12 а так и здесь ну короче тоже все больше десяти и я казал что в 60 дней вес будет довольно такими поганые за то что они при отъеме были уже такие массивненькие хорошие ну и сейчас ради интереса узнай шо и герка это да и вы тут аж уже начинаете да твое как начинаете один у меня завернутыми в ухами он и со свинка чекова кабанчик кабанчик и у фуха вывернуть и на в обратку так его и назвал вывернутый на изнанку вывернуть и вывертыш эти такие тоже будут я думаю в 60 дни в отлично да и на откорм поросятся будут огненние хорошие подъем всякие будут я буду убирать на новый год яки будут че в январе ну поднимемся по ним так поехали короче давай я пупор сейчас я всех поставлю Ящичок сделал из обрезок из потолка. Так, нажимаем тару, опа, нули, видно хорошо, что нам есть. Так, ну берем одного из той клетки, декрупнее одного из меньшей клетки. Сначала декрупнее. Играет музыка. Ух, тяжелый! Давай назад, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Так, стихо! 35 400, 60 дней, скажу сразу, без БМВД, БМВД старт я им не давал, я сам робил старт из премикса, соевый шрот, макуха, черная семечка и премикса, и зернова группа. 35 400, ну я по весу понял, я ее не мог поднять, по весу понятно, что... И это не больше, а меньше, строя партии, это крупнее. Сейчас возьмем все то... Поп, сырабусы. Так, теперь вы. И... 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 27... 27... 20... Ну 27 килограмм, а то и был... 35 400. Ааа... На 8 килограмм, ну да. Я думал, килограмм на 3-4 на глаз. И то, это меньше, 27 килограмм 60 дней. Это шикарный вес. Я уже за Т5, там есть и крупнее. То есть, наверное, там бы было до 40, то есть 7, 38. Ну, друзья, вот так и получилось без стартового БМВД. БМВД я не ставил, думаю попробую, так и все получилось. На гроши они сразу ящик обмили. Все на припаде, да. Вот такие мои жевжики. Офорты какие-то. Пошли. Ну ось, Вик, зайди сюда. Ось, тут мы вважали оцей, чи оцей. Оцей. Ну, оцей. Ну, хотят и черниши, и большие. То есть, я не брал самых больших. А тут обыклавань, какого-то из черненьких. Чи цей, чи той, той, той. Ну, то есть, такие. Тоже, они все одинаковые, да. Там, может, есть 500 грамм. Разница. Я вгадала. Пообещается река вгадала. Я говорю, как ты думаешь, сколько было вес? Воно. Та килограмм 35. А я говорю, ну, я думаю, килограмм 27-28. Ну, в принципе, тут воно вгадала, а тут одинаково, да. Ну, да. Вот такие результаты 60 дней от рождения. Ролик выполнен или в субботу, или в неделю. Думаю, в субботу. То есть, ем я ровно, как 60 дней, чтобы записать для сэра. И также мы пробуем потом 60 дней. Ти будут покруче в 60 дней, чем тихо. Так, скажи, сколько вы вводите в 60 дней? Жертвы. 40. Этвы. Приятно, конечно, как робишь и бачишь свои результаты. Все оно постепенно, постепенно, но знаете, как? Дуже приятно. И по ликвирникам, и по поросятам. Если я, когда буду продавать в последующие разы, ну, когда у меня будут дать 2 лишних поросят, а что я буду продавать? Я буду продавать поросят у 2 месяца. То есть, вот так вот. Вот поросятам 2 месяца, к примеру, я их продавал. Сейчас я их не продаю, потому что они мне самому надо. А вообще, как лишние будут, буду продавать в 2 месяца. Какая цена? Я не знаю, по чому поросятам. Сейчас тоже сказать не могу. Я продавал, еще как поросятам, были по 1,5 тысячи. Я продавал вот свиноматки. Один месячный. 45-летний свиноматки. Я продавал по 1,5. А это, думаю, я буду продавать дороже. Ну, вот таких. У 2 месяца. Я их поставил на ноги. Все произошло. Цивые диареи и так далее. Все проходило. Я продаю. Людина купила 2 месяца. Такого уже. И корм уже не парит. И здоровым свиням. Вот те, что у меня сейчас много кормят. Здоровые. От 120 и выше. И они уже давным-давно. Я им просто даю макуха и зерновая группа. Ничего больше не даю. Ни приемиксов. Ничего. Багато макухи. Багато зерновой группы. Поэтому делюсь. Идуть тоже непогано. Завертыш наш. Он сидит на чеку. Самый главный. Он у них. Вернуть и ухом обратно. Ну, все. Короче, вот так, друзья. Поважали. Всем спасибо за внимание. И также здоровых. У меня, по-моему, в сентябре у первых будет 8 месяцев ровно. И в сентябре тоже сважим 8 месяцев. Бо все равно, как не могу 8 месяцев сважить, показать вес. Всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok